Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет мы приступаем вместе с вами к чтению и толкованию Евангелия от Марка. Это самое короткое из четверо Евангелий, и оно самое простое и доступное. В нем больше повествуется о делах Христа, нежели о словах Христа. И обычно, если рекомендовать человеку, совсем недавно обратившемуся ко Христу или только делающему первые шаги на пути к вере, вот ему можно предложить как раз чтение Евангелия от Марка, как самое простое, ясное и доступное. Итак, приступаем. Первая глава. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Вот, собственно, Евангелие принадлежит самому Христу. Не Марк или Матфей, Лука и Иоанн сочинили Евангелие. Собственно, благовестником является сам Господь Иисус Христос, Сын Божий, который принес спасение на нашу землю. Как написано у пророков, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Евангелие от Марка начинается с проповеди святого Иоанна Претечи. Почему так? Потому что святой Иоанн Претечи, который завершает ветхозаветное пророчество, он же стоит у истоков новозаветного пророчества. Там, где заканчивается ветхий завет, начинается новый, потому что это единое божественное откровение. И тут надо отметить, что ведь не только Бог искал спасение человека, смысл Евангелия не только в том, что Бог не сходит на землю, чтобы обрести людей, чтобы даровать им спасение, но и сами люди тоже стремятся к Богу. И вот выражением этого стремления является как раз служение святого Иоанна Претечи, который всей своей душой был обращен к Богу. Здесь процитированы два пророчества. Одно пророка Малахии. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». И у пророка Малахии святой Иоанн называется ангелом. С греческого ангел – вестник. И именно святой Иоанн, он действительно выполнял вот это вот ангельское служение, возвещая людям грядущего Христа. Кроме того, мы знаем, что по своей духовной жизни святой Иоанн действительно во многом приближался к святым ангелам. Настолько он был далек от чувственности, от плотских каких-то влечений. Поэтому не случайно его на иконах, на некоторых иконах изображают с крыльями, в знак того, что он по своей духовной жизни равен ангелам. И пророчество Исаии приводится «Глаз вопиющего в пустыне» – «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Это пророчество именно о том, что близок уже сам Господь, сам Спаситель. И для того, чтобы его принять, нужно приготовить стези Ему. Вот этим приуготовлением как раз и занимался святой Иоанн Претеча. Он, как сказано, крестил в пустыне и проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. Но вот согласно толкованиям святых отцов, крещение, которое совершал святой Иоанн Претеча, оно само по себе еще не отпускало людям грехов. Отпущение грехов было даровано уже самим Господом Иисусом Христом. Но это крещение, крещение Иоаннова, оно запечатлевало само покаяние людей. Оно выражало само их стремление очиститься от грехов и обрести чистоту сердца. И вот мы видим, что выходили к нему и вся страна иудейская, и иерусалимляне. Особенно важно здесь отметить, что жители Иерусалима, которые зачастую отличались таким вот высоким мнением о себе, им трудно было смириться, но проповедь святого Иоанна настолько их поражала своей искренностью и подлинностью, что и они приходили, и, как сказано, крестились от него все в реке Иордании, исповедуя грехи свои. И вот согласно одному из преданий, святой Иоанн, он водил за руку человека в реку Иордан, тот становился по грудь в воде, исповедовал свои грехи, вот как мы на таинстве покаяния, на таинстве исповеди открываем то, в чем мы согрешили. И после этого уже святой Иоанн окунал этого человека в воду в надежде, что затем уже Спаситель очистит грехи этих людей. И вот такие люди уже действительно становились приготовленными. Они действительно жаждали очищения и готовы были принять грядущего Господа. «Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса, и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды, и дикий мед». Вот здесь как раз мы видим аскетический образ жизни святого Иоанна Претечи, потому что если ты хочешь проповедовать о самом чистом, то есть о Христе, то ты и сам должен быть чистым или, по крайней мере, очищающимся. И святой Иоанн, если вот так вот прямо сказать, он вел монашеский образ жизни. Он носил такую вот грубую, простую одежду из верблюжьего волоса. Это очень жесткая одежда. И поэтому святой Иоанн, он всегда избегал какой-то вот такой телесной нежности, чувственности и пояс кожаный. В данном случае, согласно толкователям, святым отцам, кожаный пояс — это символ умершления греховных страстей. Мы знаем, что монахи носят именно кожаные пояса. Кроме того, чем он питался? А питался он тем, что могла дать ему вот эта вот дикая пустыня. Что же она могла дать? Акриды и дикий мед. Вот дикий мед, он горький. Это не совсем тот мед, который мы добываем от полевых цветов, точнее, которые пчелки приносят нам, чтобы услаждать нас. Это совершенно иной мед, который не услаждает чувства. И акриды, тут вот есть, конечно, два разных объяснения. Одно из объяснений гласит, что акриды — это верхушки редкой такой травы, которая встречается в местах пустынных, и вот этими верхушками травы питался святой Иоанн. Но есть и другое объяснение, то, что акриды на самом деле — это саранча, и по-латински это саранча так и называется — акриды. Возможно, что святой Иоанн действительно вынужден был ими питаться, поскольку пустыня не могла предложить никакой иной другой пищи. И мы знаем, что арабы, которые живут вот в этих местах, точнее, бедуины, которые встречаются в этих диких местах, они тоже употребляют вот эту саранчу в пищу, и эта пища достаточно тоже такая вот скромная. Ну, как бы там ни было, мы видим в образе святого Иоанна Претечи такой достаточно строгий аскетизм. «И проповедовал, говоря, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И вот это самое главное, что как раз содержалось в проповеди святого Иоанна Претечи, что «я всего лишь вас приготовлю». И невзирая на всю строгость жизни святого Иоанна Претечи, тот, кто шел за ним, то есть Господь Иисус Христос, он назван сильнейшим, потому что он является Богом воплотившимся, Сыном Божиим, который стал Сыном Человеческим. И самая-то вот суть проповеди святого Иоанна в том, что Христос будет крестить Духом Святым. Люди утратили Святого Духа в грехопадение, когда послушались лукавого змея. И теперь грядущий Христос вернет, возвратит людям Святого Духа и обретаем мы Его в Таинстве Крещения. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глаз был с небес. Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Вот так описывается крещение Господа, и в то же время описывается Богоявление, то есть явление Бога Троицы. Возникает вопрос, а зачем сам Спаситель приходит к Иоанну креститься? А за тем, что именно здесь собирались люди кающиеся, те люди, которые жаждали чистоты. И вот именно к ним, к этим кающимся людям, и приходит наш Господь, наш Спаситель. Он принимает крещение не потому, что сам нуждался, Спаситель чист от греха, но он по состраданию к этим кающимся грешникам становится в один ряд с ними, принимает крещение, чтобы осветить это крещение. И вот мы видим, что когда он выходит из воды, то нисходит Святой Дух, как голубь. Почему именно в виде голубя? Потому что голубь еще Ною принес масличную ветвь после потопа, и голубь стал символом спасения. Он приносит весть о спасении. И вот Святой Дух нисходит на Христа, чтобы показать, что Святой Дух всегда и пребывал на Христе. И с этого момента крещение как раз и получает благодатное освящение. Спаситель своим собственным крещением осветил наше таинство крещения. Так что и все мы становимся причастниками теперь Святого Духа. И Бог-Отец подтверждает эту истину, подтверждает, что на земле явился сам Его Сын, словами «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». А что же после этого? Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. «И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему». Вот именно Святой Дух после этого ведет Спасителя в пустынные места, где никого нет. Там он сорок дней постится, и в это время его искушает сатана. Эти слова Евангелия, они для нас очень важны. Многие люди думают, что если мы приняли таинство крещения, то значит, мы уже от всего должны быть спасены, избавлены от всех бед, никаких искушений к нам уже не подступит. А мы видим, что это не так. Недостаточно принять Святого Духа, надо показать свою верность Святому Духу. И поэтому каждый христианин, он по образу Христа после крещения тоже ведется в своего рода пустыню, когда принимают какие-то искушения. А пустыня — это место, где никого нет. И подчас нам кажется, что мы оставлены, что Господь нас не слышит. И вот в эти минуты вспомним, что сам Христос долгое время в пустыне тоже пребывал один и был искушаем дьяволом. Но при этом остался всецело верен Богу Отцу. И ангелы служили Ему. Согласно толкователям, ангелы, святые ангелы, предстали уже Господу по прохождении вот этого сорокадневного поприща, когда Спаситель явил вот эту духовную победу. И в том числе и звери, то есть дикие животные, которые пребывали в пустыне, они проявляли своего рода послушание Господу, подобно тому, как Адаму Первозданному звери были послушны в раю. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Святой Иоанн Претеча был схвачен, посажен в темницу, и Спаситель направляется в Галилею, потому что жители Галилеи были более расположены к проповеди, они не были настолько горды, как жители Иудеи, примыкающих к Иерусалиму мест, они были более расположены к тому, чтобы услышать проповедь. Кроме того, еще не пришло время, чтобы Спаситель взят был от мира, поэтому Он уходит еще от этих ненужных испытаний и проповедует именно в Галилее. А проповедует о чем? Он проповедует Евангелие Царствия Божия, говоря, что исполнилось время, то есть наступил Новый Завет, и приблизилось Царствие Божие. А что такое Царствие Божие? Царствие Божие там, где царствует именно Бог, а не царствует грех. И весь смысл благовестия Господа заключается в том, чтобы людей отвратить от греха, чтобы в их душах перестали царствовать греховные страсти. Обратившись к Богу, они стали причастны к Царствию Божию, и поэтому Спаситель возвещает «покайтесь и веруйте в Евангелие». Это начало и самая суть евангельской проповеди – покаяния. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, Он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. Вот так у евангелиста Марка описывается призвание первых апостолов, которые были простыми рыбаками. И это действительно удивительное дело, что рыбаки, которые занимались самым простым трудом, впоследствии могли стать всемирными проповедниками. Господь действительно соделал их ловцами человеков. И именно вот их простые сердца как раз и откликаются. В этом есть особое такое значение. Гордый человек не может последовать за Господом. Ему тяжело отказаться от того груза, которым он обременен, от своих важных дел, как он думает. Ему все время некогда, и некогда даже подумать о смысле жизни. А вот сердца простых людей, каковыми были первые апостолы, рыбаки, они оказались открыты истине. И поэтому истина сподобляет их спасение. На что тут надо еще обратить внимание? Что они настолько были впечатлены словом Спасителя, настолько слово Христа их вдохновило, что они тут же оставляют сети, а ведь для них сети — это был необходимый инструмент для проживания. В те времена жизнь была достаточно трудная в Галилее, и люди жили за счет того, что ловили рыбу или что-то добывали с земли. Достаточно скудно было пропитание, поэтому оставить сети и пойти за Христом, не зная, что тебя ждет впереди, это тоже требовало внутреннего такого подвига, преодоления себя. Они переступили через свои страхи и пошли за Господом. А на примере апостола Иоанна Богослова и брата его Иакова Зеведеева мы видим, что они даже оставили своего отца с работниками, отца их как раз звали Зеведей. Есть одно из таких вот объяснений, что отец не был расположен к проповеди Спасителя, и поэтому Иаков Иоанн, оставив его, следует за Христом. Но если ты со Христом, то Христос тебя как раз ни в чем не покинет, Он ни в чем не обречет тебя на нужду. И впоследствии так и произошло, что Сам Спаситель был предан иудейским властям, распят, но учеников Своих Он не предал на мучения, Он их никогда не покидал. «И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел Он в синагогу и учил, и дивились Его учению, ибо Он учил их как власть имеющей, а не как книжники». Спаситель приходит в город Капернаум, в котором жили многие из апостолов, кстати, город рядом с Тевериадским морем. И вот в субботу, то есть в день, который считался священным днем, и все собирались в синагогу, Спаситель тоже приходит, и ему предоставили право учить, и при этом люди настолько удивлялись, поражались Его словам. А почему поражались? Потому что Он учил их как власть имеющей, а не как книжники. Но эта власть была совершенно не мирской властью. Мирское могущество, оно пытается людей поразить такой вот внешней силой, когда ты специально делаешь свой голос грозным, пользуешься своими какими-то правами над подчиненными. У Спасителя власть была совершенно иной. Это была власть абсолютно чистого и любвеобильного сердца. И люди, видя вот эту вот подлинность, высоту духовной жизни, тут же готовы были покориться и сами искали встречи со Христом. Это была власть духовная, власть любви, смирения и всех остальных добродетелей. И вот читаем. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назорянин! Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него!» Тогда дух нечистый, сотрясший его и, вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. А вот здесь как раз приводится наглядное проявление духовной власти Спасителя, его благодатной силы, потому что он повелевает нечистым духом. Самая большая трагедия человечества именно в том, что люди в грехопадении утратили Святого Духа и подчинились духам падшим, отказавшись от высшего, подчинили самому-самому низшему. И одержимость — это просто одно из таких небольших, наглядных подтверждений, что человечество находилось в руках Искусителя, который вертел человечеством, как хотел, прежде всего, губил грехами души людей, но и наводил в том числе болезни, и встречалась в том числе и одержимость. При этом бесы называются духами нечистыми, потому что они любят всякую нечистоту и людей склоняют ко всему нечистому. И вот такой вот падший дух, увидев, что пришел сам Сын Божий, воплотившийся, он от страха закричал, просил оставить его, говорил, что тебе до нас, Иисус Назеринен, ты пришел погубить нас, потому что действительно Спаситель разрушил царство дьявола и бесы его боятся и трепещут. Господь очень просто изгоняет этого беса, то есть для Христа не составляло никаких усилий освободить одержимого человека от беса. Он ему запретил и сказал, замолчи и выйди из него. И дух нечистый тотчас же вышел, покинув этого страждущего человека. Вот тем самым мы видим, что в Новом Завете действительно воссияла подлинная свобода, которую несет Спаситель. Он помогает нам освобождаться от власти падших духов. Но для того, чтобы быть причастными вот этой свободе, нам нужно быть со Христом и не скатываться к той нечистоте, которой склоняют людей падшие духи. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке. И тотчас говорят ему о ней. Вот здесь мы видим такую интересную деталь, что оказывается у Симона, то есть у апостола Петра, была теща. И это значит, что он был женат. Действительно, апостол Петр был семейным человеком. Соответственно, у него был свой дом и была у него теща, которая тоже жила там. И вот они приходят туда вместе с братом, во-первых, апостола Петра, с Андреем, а также с Иаковым и Иоанном. И теща Петра, она болела горячкой. Они сказали Спасителю. Подойдя, он поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. И опять-таки, вот Спаситель, он очень быстро проявляет свою благодатную духовную власть. Тут же он запрещает недугу властвовать над страждущей женщиной, исцеляет ее. и она, как мы видим, тотчас стала служить им. Вот нужно всем нам помнить, что когда мы просим Господа о каком-то исцелении, то само исцеление дается только для того, чтобы мы тоже служили Богу, служили ближним, делали какое-то добро, а не так, что, получив исцеление, побежали куда-то по своим суетным делам. Вот мы видим, что теща Петра, она правильно усвоила вот этот урок, и когда горячка оставила ее, она стала служить им, она стала служить Спасителю. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос». Люди уже тянулись со всех сторон к Спасителю. А в иудейских городах на самом деле очень тесные улицы, и между домами не так много пространства, поэтому можно представить, как действительно люди теснились, как они пытались попасть в дом к Спасителю, приносили к нему вот этих своих родных, страждущих болезнями. И Спаситель исцелял, а также изгонял бесов. Таким образом, Господь Иисус Христос, Он показывает свою власть и над падшими духами, то есть над миром духовным, и над телесными недугами, то есть над нашим телесным естеством. И Он подает все, что человеку нужно. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, все ищут тебя. Он говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И Он проповедовал в синагогах их, по всей Галилеи и изгонял бесов. Спаситель после своих трудов и после уже ночного времени утром удаляется в пустынное место и там молится, чтобы нам тоже показать пример. Мы должны время свое проводить в молитве. Мы не должны просто так делать какие-то свои мирские дела, но и утро, и вечер должны встречать именно молением, молитвенным обращением к Богу. Но все люди искали Господа, и Симон об этом говорит ему, однако Спаситель напоминает, что его задача заключается в том, чтобы проповедовать и соседним городам, то есть не оставаться на одном месте. Кроме того, Спаситель избегает человеческой и пытается уходить оттуда, где еще недавно он совершил какие-то чудеса. Приходит к нему прокаженный и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, хочу очистить. После сего слова проказа тотчас сошла с него и он стал чист. Вот проказа одна из самых страшнейших болезней. Такие люди в израильском народе считались нечистыми. Им запрещалось появляться в обществе человеческом. Они изгонялись за пределы города. Иудеям запрещалось прикасаться к прокаженным. Считалось, что ты в том числе себя духовно скверняешь, прикасаясь к такому человеку. Но вот мы видим, что этот человек прокаженный, который подходит к Спасителю, у него внутри, во-первых, было такое покаянное настроение, и он не сомневается в своей вере. Он знает, что Спаситель может его исцелить, но при этом он смиренно говорит, если ты хочешь, то очисти меня. Если хочешь, можешь меня очистить. То есть, да будет воля твоя, Господи. а не как я хочу. И Спаситель, умилосердившись над ним, исцеляет его, при этом Спаситель прикоснулся к нему. Ведь повторяю, что в израильском народе считалось, что прикасаться к прокаженным нельзя, это тебя оскверняет, но Спаситель не гнушался этим человеком и прикоснулся к нему. И после этого, когда он сказал хочу очистить, проказа с него сошла, и он стал чист. Вот в этом описании, конечно, можно видеть и такой насказательный смысл, что все человечество, оно больно духовной проказой, оно покрыто язвами греха, и только соприкоснувшись лично со Христом, когда рука Господа прикасается тебе, ты можешь освободиться от этой духовной заразы. И после этого Спаситель запрещает исцеленному человеку проповедовать. Вот мы читаем, «И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, смотри, никому ничего не говори, но пойди покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им, а он выйдя начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду». Что мы здесь видим? Спаситель запретил ему говорить, никому не рассказывай о том, что было с тобой. Вот бывают в жизни каждого такие случаи, своего рода чудеса, которые подаются от Бога, и они носят настолько личный, сокровенный характер, что не всегда мы можем о них рассказывать другим, потому что когда мы обнажаем тайну, то в каком-то смысле мы эту тайну разрушаем. Может быть, именно поэтому Спаситель запрещал исцеленному человеку говорить о случившемся, а может быть потому, чтобы не провоцировать фарисеев, которые были враждебно настроены ко Христу. Но как бы там ни было, вот этот исцеленный человек не мог удержаться и все равно провозглашал о чуде, случившемся с ним, и тем самым выражал свою благодарность Спасителю. А Господь Иисус Христос, как мы уже читали вот в этой главе, наглядно показал свою власть над самыми сильнейшими недугами, и подытоживая первую главу Евангелия от Марка, мы можем сказать, что Спаситель явил себя в этой главе владыкой и над грехами людей, и над падшими духами, и над телесными болезнями. Поэтому во Христе можно найти исполнение любой своей просьбы, обратиться к Нему в любой своей жизненной ситуации, и если это тебе полезно, то Господь Иисус Христос несомненно подаст, как подал вот этому прокаженному, получившему исцеление. Иисус Христос